привет друзья ну что парни с бензином в крови бойтесь скоро будет одно сплошное электричество во всяком случае так нам об этом говорит volkswagen и это первенец volkswagen id3 электро хэтчбик который открывает совершенно новую эру в истории и volkswagen и возможно в история европейского автопрома потому что до сих пор в европе вот таких небольших электромобилей не выпускали а ближайшие 10 лет volkswagen грозит выпустить 10 миллионов автом электромобилей не только таких разных видов и кроссоверы и минивэны небольшие и а-ля седаны разные машины на платформе m и b электрическая платформа совершенно новая на которой построен как раз айди 3 volkswagen говорит что электромобили для него важны как и для всех но для volkswagen почему это еще важно потому что ему поскорее надо убежать от дизель-гейта и немцы говорят мы поняли свою ошибку мы делали нехорошо но теперь у нас руки чисты потому что мы переходим на электричество поскольку наступает новая эра эмблему сделали совершенно новые она теперь плоская то есть если раньше это было как на всех эмблемах от лады до тойоты эмблемки такие 3d-шные до выпуклые с какими-то красивыми цветами прожилочками то теперь практически плоский рисунок две буквы остаются очень похожий рисунок был на volkswagen их послевоенных то есть сама видите плоскость она немножко выпуклые но сами буквы совершенно плоские на некоторых рынках там где это будет позволительно эмблема будет светиться и вот этот вот световой поясок тоже будет светиться то есть в ночи будет совершенно такая мордочка появляться фары соединительная линия и эмблема но на некоторых да а на некоторых нет фары на всех айди 3 будут матричные с автоматическим естественно управлением света переключение с ближнего на дальний на скорости свыше 60 кентров в час он уже будет включать дальний там где это позволительно и при этом чтобы не слепить встречный поток транспорта айди 3 машина размером с гольфа это примерно 4 метра 25 сантиметров в длину но при этом у него огромная база такая же примерно как у пассата представляете насколько изменены пропорции очень короткие передние задние свесы он довольно высокий примерно метр пятьдесят пять в высоту чуть повыше гольфа вот такой немножко как бы минивэнистый что лет электромобильчик но по формам по формам очень хорошо все решено причем вот эта темная машина не очень хорошо видно что у нее черная крыша а на машинах светлых вот эта двухтональность она очень выигрышно смотрится здесь вот еще есть такая цветная приятная окантовка терракотова цвета и на всех машинах но разного цвета на задней стойке вот такие вот соты нельзя говорить что айди 3 придет на замену гольфу боже упаси потому что гольф очень скоро будет новый его в принципе ждали здесь во франкфурте но немцы его все-таки не привезли но от гольфа все что осталось в этой машине по части дизайна это вот такая характерная стойка крыши задняя и еще одна деталь наверняка и многие узнают это лючок бензобака ну здесь конечно не бензобак а электрический разъем причем два разъема двух форматов и вот так он также как на гольфе закрывается и открывается в айди 3 будет три разных батареи на выбор вот сейчас здесь на выставке показано много айди 3 но все они с батареи емкостью 58 киловатт час много это или мало 58 киловатт час это примерно по нынешнему новому а мировому гармонизированную циклу это примерно запас на 420 километров будет батареи поменьше на 45 киловатт час это примерно 320 километров запас хода и будет 77 киловатт час это уже 550 километров запас хода по мировому циклу так заявляет volkswagen как будет на самом деле как будут работать эти батареи мы пока не знаем посмотрим когда будет возможность поездить на иди 3 колеса посмотрите значит на этих машинах на всех выставочных стоят колеса по моему 19 дюймов до 19 дюймов 215 50 процентный профиль вот это такие одни из базовых колес хотя совсем база это 18 дюймов вот эти 19 а опции будет 20 дюймов но есть еще колеса аэродинамического типа которые а меньше создают завихрений соответственно электричество экономит поэтому колеса бывают такие такие так вот так будущее выглядит изнутри это кошмар которую я боялся все последние года потому что на передней панели нет ни одной настоящей физической клавиши вообще ни одной есть всего два дисплея центральной на которой выведено вообще все что можно от навигации до климат-контроля и настроек автомобиля под ним есть как бы кнопки но они сенсорные вот видите я буквально едва едва касаюсь вот аварийка например вот аварийка замигала но это все сенсорное это не вот чуть посильнее нажал или как надо подержать надо палец да о подержал палец замигал и подержал остановилась климат-контроль все только прикоснуться как климат-контроль регулируется вот здесь три активные зоны центральная зона регулирует громкость аудиосистемы и две зоны по краям это регулировка температура подаваемого воздуха вот по идее вот так касаешься и температура растет а если подержать нет надо вот так делать или оп так low сразу а вот так а вот так можно перескакивать через несколько градусов high это самая высокая температура 28 25 21 19 17 low то есть вот вот такими движениями молодежи это понятно и это прикольная игрушка как с этим будут управляться люди среднего возраста и самое главное люди старшего возраста я пока не знаю но под этим вот дисплеем который нет его снять невозможно ничего нет только воздуха воздуховоды и все внизу ну почти ну не ровный пол маленький маленький тоннель есть вот такой он скорее технологический поскольку еще ниже батарея здесь же трансмиссии нет и вот такой здесь маленький карманчик под какие-то мелкие вещи наверное туда можно положить допустим телефон сейчас я достану свой телефон так где телефон вот сюда можно ну наверное это будет неудобно наверное туда надо класть пачку сигарет а под телефон местечко все-таки скорее где-то вот здесь это какой-то тоже непонятный мне девайс видимо кто-то здесь что-то сломал вот так это место для зарядки телефона сейчас проверим как это работает оп ага пошла зарядка вот туда надо бросать телефон на зарядку а сюда можно бросать второй телефон который в данный момент не заряжается ну в принципе ну что-то в этом есть да смотрите здесь еще два подстаканника они такие почти безразмерные но все-таки под подстакан наверное или под маленькую бутылку 0.33 а еще дальше там где обычно подлокотник это большой большой бокс вот с таким разделителем и знаете для чего он нужен сейчас я вам покажу у меня сумка ну к сожалению большая она сюда не влезет огромная сумка да но это для дамских сумочек то есть небольшая дамская сумочка встает сюда очень хорошо вот так слегка торчит и это как считают немцы большой прикол потому что дамам обычно сумочку поставить некуда тут есть для нее место ну а для мужиков вот такой разделитель раз его сюда сюда одно барахло дальше второе и все это можно закрыть вот такой шторкой и аккуратно ну и подлокотники опустил они вот такие регулируемые и все занял нормальную вот такую рабочую позицию так дверь открыли там что-то делают чистят дальше значит есть обогрев сидений трехступенчатый левое правое сидение тут же как только ты касаешься каких-то климатических клавиш выползает экран меню всей климатической системы забор воздуха и снаружи fresh air называется быстрое охлаждение салона когда сразу включается кондиционер cool fit почему-то ну это наверное подача холодного воздуха все-таки в ноги судя по тому что ботинки нарисованы warm fit то есть теплый воздух в ноги даже знать ничего не надо достаточно уметь читать что еще clear windshield то есть быстрый обогрев наверное от лобового стекла от размораживания от ине то есть климатика закрываем климатику опять у меня куда-то я попал навигационная система навигационная система можно вот так листать экраны ага возвращаемся в навигацию вот навигация на весь экран причем она показывает например в данный момент маршрут через станцию зарядки до Берлина показывает что ехать надо 21 час а нет при приезд в 21 час 27 минут до Берлина 5 часов 22 минуты 554 километра и показывает что придется заехать на быструю зарядку и потратить там 56 минут на полную зарядку это уже в Берлине а промежуточной точке надо потратить вот 25 минут до нее ехать 4 минуты а потратить 25 минут на под зарядку прекрасно вот полный экран с хорошей с хорошим разрешением но он почему-то у меня не это же тачскрин но почему-то масштаб не меняется в общем надо учиться с этим работать безусловно так вот тут какие-то еще есть уровни это громкость подсказки то есть фактически все управление как вы понимаете с этим экраном это аналог смартфона аналог смартфона никаких тут сложностей нет до 80 процентов можно зарядить он показывает сколько времени минимум минимальная зарядка до 30 процентов статус что это такое статус не знаю дата тоже не знаю а я понял как нам сказали консультанты я забыл здесь некая демо программа заложена поэтому не все кнопки активные не всем можно пользоваться вот так вот набирается например телефон в принципе очень хороший отклик и очень хорошо все это сделано что еще листаем трипкомпьютер расход топлива ну точнее электричество мультимедийная система пожалуйста какие треки сейчас играют но это тоже видите здесь в данный момент не активно куда еще можно попасть настройки звука все на эквалайзерах в данном случае они тоже не активно но судя по всему все это должно работать вот такой это центральный дисплей кнопочка наверное его выключение в данном случае она тоже не работает и вместо традиционных приборов небольшой совсем небольшой дисплейчик перед водителем в данном случае активировано тоже трипкомпьютер 485 километров проехали 350 можно проехать на том электричестве который еще есть и положение селектора трансмиссии а управляется он вот так вполне логичные движения туда вперед это драйв обратно это задний ход и паркинг кнопочка в торце вот этой вращающегося такого рычажка в принципе удобно сюда же на этот дисплей выводятся подсказки навигационной системы сюда же например line assist система по подсказке своей выводит цифровой спидометр и прочие какие-то индикации в принципе все очень четко как на хорошем на дорогом смартфоне у меня проблем пока с восприятием информации нет слева от руля посмотрите как интересно сделан блок управления светом это такая панель тоже сенсорная и ее нажимаешь вот прям едва касаясь к этих кнопок просто прикладываешь палец держишь и вот например обогрев заднего стекла включается задние противотуманки обдув сейчас пошел максимально лобовое стекло вот сейчас он выключился и такой совершенно такая плоская вот смотрите да видите как они включаются прикольно здорово и единственные на в машине физические кнопки расположены на водительской двери это кнопки управления стеклоподъемниками левым и правым и ну традиционная система управления настройками зеркал хотя вот этот кругляшок он такой тоненький такой нежный так аккуратненько включается тоже в нем какой-то такой что это какая-то телефонность в нем есть какая-то сенсорность такая есть он такой мягенький очень такой нежный обычный блок сверху со светом с кнопочкой SOS сюда для российских машин конечно будет эра глонасс вмонтировано козырьки с подсветкой и с зеркалами в общем то все довольно обыденно и двухцветная окраска есть машины с полностью серым интерьером есть машина вот с таким с таким терракотовой такой накладкой это все мягкое вот это жесткое вот это мягкое и в принципе по материалам похоже на то что сделано в гольфе по посадке это не гольф но в чем-то наверное близко к гольфу я сейчас попробую еще даже пристегнуться чтобы совсем это почувствовать я езжу на редакционном гольфе уже 4 года почти 5 и в общем то здесь такая же низкая посадка но сижу относительно дороги я выше поскольку внизу же батарея вот такая вот толстая в целом посадка очень удобная руль регулируется по углу наклона и по вылету в довольно большом диапазоне миллиметров наверное 60 так ну вот так бы я наверное и сидел в этой машине вот так с моим ростом 186 сантиметров я сижу довольно удобно что по идее должна дать длинная колесная база пространство внутри салона но часть этого пространства оно вот это просто воздух который невозможно использовать вот посмотрите от панели приборов до нижней кромки лобового стекла огромное расстояние я даже дотянуться не могу вот там где-то все это заканчивается зачем мне это никак не помогает ощущение пространства тоже большого не дает а привело это к тому что длинный длинная совершенно стойка лобового стекла который в левом повороте съедает там камаз может спрятаться и еще появилась стоечка вот это и дополнительное треугольное окошко чего например в гольфе да и вообще в легковых фольксвагенах в традиционных легковых фольксвагенах отродясь не было вот мне эта штука совершенно не нравится и вот такое решение огромного лобового стекла тоже не очень нравится кстати посмотрите как здесь сделаны дворники они распашные это значит что площадь очистки огромная но применительно к зимним странам например к России это как всегда проблема то есть дворники должны быть всегда в идеальном состоянии и не должно быть сугроба иначе все это будет очень плохо чистится кто имеет такие щетки и большое лобовое стекло тот это прекрасно знает еще одна вещь если мы вот сюда посмотрим на дверной проем то увидим что здесь только один контур полноценный резиновый уплотнение только один есть еще полуконтур вот здесь на двери вот он сверху полуконтур но только на половине двери есть нижнее уплотнение резиновое которое прикрывает порог то есть это здорово потому что мы закрываем дверь порог вот до сих пор чистый но вот эта нижняя часть все равно будет грязной во-первых А во-вторых, когда у нас нет цельных двух контуров, это значит, что шум проникает. Не только пыль, но еще и шум проникает. Сам-то электромобиль, двигатель более тихий, естественно, чем ДВС. Но шум от шин никуда не денешь. Он все равно приходит в салон. Вот интересно, как это все будет восприниматься внутри, на ходу. Ну, когда можно будет поездить, посмотрим. Вот теперь я сел сам за собой, и теперь я понимаю, зачем большая колесная база. Потому что в гольфе, который всегда был сделан в первую очередь для передних пассажиров, сесть сзади было проблематично, особенно за таким высоким водителем, как я. А здесь я сам за собой, смотрите, как сажусь спокойно. Здесь есть вот запас места. Я сижу нормально, я могу даже немножко вот так развалиться, поспокойнее, посвободнее. И прекрасно себя чувствую. Что еще интересного из таких простых вещей? Центрального тоннеля нет вообще. Вот здесь в полу абсолютно плоский. Поэтому средний пассажир, если сядет сюда, будет тоже неплохо довольно сидеть. Ничто ему не мешает. Хотя все-таки бедра висят у таких рослых людей, как я. Кармашки в сиденьях прикольно сделаны, поскольку здесь карман не только внизу, но еще два вот таких маленьких кармана сверху. Ну, мелочь, но что-то в этом интересное есть. В остальном, в общем-то, все, все обычно, ничего я здесь нового для себя не нахожу. То есть, если подытоживать, внутри пространства салона больше, чем, например, в гольфе. Но использовать его можно не весь. Вот сзади, да, место прибавилось. А спереди, если и прибавилось под лобовым стеклом, то толку от этого чуть. А теперь посмотрим в багажник. Открывается так же, как на всех сейчас Вольксвагенах, эмблемкой. А, почему-то он... О, открылся. Дверь. Вот это пластик. Это пластик. Все остальное здесь, все панели металлические. Объем багажника 385 литров. В принципе, для гольф-класса достаточный объем. Под жесткой полкой, которая полностью снимается вот так. Второй пол. То есть, ее можно положить, наверное, вниз. Так, нет, что-то она у меня не кладется вниз. Хотя, по идее... Должна. О! Вот. Можно опустить и увеличить объем багажника, либо уменьшить ступеньку и сделать подполье. Сейчас. О, вот так это делается. Вот так. С трудом, но получилось. Ровные стеночки, типичные по-фольксвагеновски. Два крючочка, розеточка на 12 вольт. Подсветка. Ну и все. Запаски здесь нет. Внизу тоже нет. Видимо, будет только ремкомплект. Ну или если положить запасное колесо полноценное, то багажник станет, конечно, поменьше. Пониже. 30 тысяч евро, это, конечно, ни разу не дешево, особенно если учесть, что это базовая цена. Но, фольксваген говорит, что к началу работы автосалона во Франкфурте, им удалось собрать уже 30 тысяч заказов на ID.3. В принципе, это много. И возникает вопрос, ну а что Россия, чем мы-то хуже? Будет у нас ID.3 продаваться или нет? И вот пока на этот вопрос ответа нет. Нет. Пока фольксваген только думает, российские представительства в московском офисе только думают, есть ли смысл вообще ID.3 к нам везти или пока можно с этим обождать. Так что, парни с бензином в крови, можете не беспокоиться. Нормальных, рычащих и воняющих автомобилей на наш век еще хватит. Подписывайтесь на наш канал, мы будем вам рассказывать о самых интересных машинах. Ну, об электрических тоже. Пока. Привет, друзья. Читайте в сентябрьском выпуске журнала «За рулем». УАЗ Патриот с автоматом. На дороге и в грязи. Супер тест зимних шин. От самых недорогих до лидеров. Киа Селтас. Убьет ли он Крету? Новая Мазда 3. Выглядит бодро, а едет так себе. Как оспорить штрафы с камень? Китай против Кореи. Хавейл F7, Хёнда Тусан и Джили Атлас. Если есть Арканы и Дастер, то зачем нам Каптюр? Выбираем БУ. Шкода Октавия 3-го поколения и Субару Форестер 4-го поколения. Простая диагностика. Ищем неисправности в тормозной системе. Это и многое другое читайте в сентябрьском выпуске журнала «За рулем».